Всех приветствует Отвертка, канал Домашнего Мастера и наш партнер сайт gagadget.com, не скучный сайт, а техники. Мы начинаем линейку видеороликов, посвященную лучшим смартфонам стоимостью до 250 долларов. Пользователи все реже покупают флагманы, потому что хороший по всем параметрам смартфон можно приобрести гораздо дешевле. Мы отобрали самые интересные модели в ходовом диапазоне цен. И сегодня у нас на обзоре Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Итак, поехали! Итак, Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Новый средний класс. Redmi Note 9 Pro имеет все шансы повторить успех своего предшественника. Аппарат получил качественный экран, быстрый процессор, хороший для своего сегмента камера и мощный аккумулятор. Xiaomi снова порадовала одним из лучших смартфонов по соотношению цена и качество в 2020 году. Итак, оптимальный выбор Xiaomi Redmi Note 9 Pro. За последние полгода не было ни одного месяца, чтобы Xiaomi не анонсировала новый смартфон. Такой подход вполне может работать, но обычному пользователю становится все сложнее разобраться в модельном ряду компании. Вот и в нашем случае название выгодной покупки претендует сразу три модели из линейки Redmi Note. Все они по-своему хороши и найдут своего покупателя. Но сначала поговорим о Redmi Note 9 Pro. Итак, это качественный и универсальный аппарат с 6,67 дюймовым Full HD плюс дисплеем. PS-панель с небольшим отверстием сверху для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Вместо модного подэкранного сканера отпечатков пальцев используется классический сенсор в кнопке питания на правом торце. Он срабатывает по касанию и достаточно быстро, но анимация разблокировки иногда слегка запаздывает, вероятно, поправится с обновлениями. Производитель также похвастался улучшенным виброоткликом. Разница с обычным моторчиком действительно заметна и к хорошему быстро привыкаешь. Xiaomi Redmi Note 9 Pro построен на восьмиядерном процессоре Snapdragon 720G и в бенчмарках набирает меньше баллов, чем его предшественник. Зато благодаря более современному восьминанометровому техпроцессу чип меньше нагревается под нагрузкой и практически не снижает частоту. Даже после 20-30 минут игры просадок FPS в играх не наблюдается, хотя некоторые тяжелые шутеры лучше изначально запускать на средних настройках графики. Во всех версиях объем оперативной памяти составляет достойный 6 ГБ, встроенный 64 или 128 ГБ, плюс можно вставить карточку microSD в отдельный слот. Вариант на 6,64 ГБ как раз стоит 7000 гривен, это примерно 14-15 тысяч рублей. Старшая версия обойдется на 800 гривен дороже, это примерно на 2000 рубликов подороже. Ну а теперь разберемся давайте с камерами. Какого-то заметного скачка в качестве съемки не произошло. В Redmi Note 9 Pro обновили макромодуль до 5 Мп, теперь им действительно можно пользоваться. И в связи с новым процессором изменились алгоритмы обработки снимков. Основной 64-мегапиксельный модуль с оптикой F на 189 обычно работает в режиме 16 Мп, объединяя 4 соседних пикселя. Съемка на полном разрешении поддерживается, но в большинстве ситуаций можно смело положиться на автоматику. Днем получаются хорошие снимки, ночью рекомендуем включать соответствующий режим, но картинка все равно получается шумноватой. До флагманского уровня, как утверждается на сайте производителя, точно данный аппарат не дотягивает. 8-мегапиксельная широкоугольная камера сносно работает только при достаточном освещении, а четвертый сенсор глубины позволяет делать портретные снимки с размытым фоном или эффектом боке. При записи 4К видео электронная стабилизация по-прежнему недоступна. Она присутствует только в Full HD режиме. Ну а теперь аккумулятор. Аккумулятор емкостью целых 5020 мАч обеспечивает день очень активного использования. При средних нагрузках можно рассчитывать на 1,5-2 дня работы. Быстрый 33-х ваттный адаптер питания идет в комплекте. Зарядка до первых 50% занимает меньше 30 минут. Спереди и сзади смартфон прикрыт стеклом Gorilla Glass 5-го поколения. Рамка пластиковая. Оформление корпуса немного отличается в зависимости от версии. В зеленой версии нижняя часть имеет рисунок в виде тонкой насечки, а на белом и сине-сером смартфоне вместо узоров область вспышки под модулем камеры выделена черным цветом. Комплектация. Ну комплектация скромная. В коробку положили простой силиконовый чехол для защиты от царапин. На нижнем торце расположился динамик, разъем USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. А сверху у нас расположился инфракрасный порт для управления домашней техникой. Redmi Note 9 Pro поддерживает и бесконтактную оплату. Если же NFC вам не нужен, есть более доступная альтернатива в виде Redmi Note 9S. У него на 2 ГБ меньше оперативной памяти, более простой 48-мегапиксельный модуль основной камеры и 18-ваттная быстрая зарядка. В остальном практически модели идентичны. Если 9S немного подешевеет, экономия будет оправданной. Но при текущей разнице в 1000 гривен, это примерно 2000 рублей, Pro-версия выглядит более интересной покупкой. Ну а теперь от нашего канала три причины, чтобы купить данный аппарат. Довольно-таки качественный дисплей, хороший по меркам сегмента камеры, длительное время автономной работы, это точно. Ну и быстрая зарядка. Ну а теперь от нашего канала одна только причина, чтобы не брать данный аппарат. Почти без прогресса в качестве съемки. Ну и такому как. Но на нашем канале выбор есть по-любому. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Надеюсь данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.